Всем привет, вы на канале Кайби и с вами Екатерина. Сейчас в стиме проходит фестиваль демок, можно так сказать. Он будет проходить с 5 по 15 число вроде как. И как раз таки давайте-ка посмотрим, я как раз таки несколько выбрала и как раз таки первый претендент. Choice of Life Wild Islands. Сразу кто-то догадался, что за игрушка. Мы помним, что серии таких игр мы видели две части. В основном там было средневековье и все такое. А тут получается остров. Ну давайте-ка посмотрим, что тут хотят нам разработчики показать. А перед тем как начать обязательно поставьте лайк данному видео и подпишитесь на мой канал. Да-да-да, также на буси я покажу игры новеллы 18+. Ссылку вы можете найти в описании под видео. А мы начинаем. Если на корабле моряков мало, а новые не идут, как людей набирают. Драить палубу и слушать. Вспомнить, что было вчера. Ну давайте-ка драить будем. Находят таверми мужиков покрепче, спаивают и на борт. Драить палубу и слушать. Проснуться корабль уже далеко в море, а они к штурвалу привязаны. Осознать, что? Да, вот так сюда и попадают. Был сухопутная крыса, а стал матрос. Смириться с судьбой. Все, что не происходит, все к лучшему. Вот только к лучшему для кого? Землю теперь не увидишь до самой Америки. Так они говорят. Но я-то знаю, что все это брехня. А как на самом деле? А на самом деле нет никакой Америки. Дурят нашего брата. Всех, кто плывет в Америку, увозят добывать какую-то траву. А ее аборигены охраняют, бьются за нее насмерть. Поэтому почти никто и не возвращается. А как же те, что все-таки вернулись? Это все актеры или купленные. Продались за 30 серебряников и помогают скрывать правду. Понятно. Понял. Мотай на ус и думай своей головой. Это нужно донести до всех, кого можно. А кому донести? Капитану или же пиратам? Ну-ка. Эники, Беники, Еи. Вот Эники. Ладно, всем. Конспиролог. Титул. Матрос стал рассказывать о своих догадках всем, кто готов слушать. С каждым днем таких становилось все больше и больше. Время на корабле идет, а работы меньше не становится. Да и голодных ртов тоже. А-а-а. Давайте-ка помогать на камбузе. Здесь бы вы получили навык готовки, если бы здесь готовили что-то съедобное. Ах, жалко. Вы замечаете, что коктайком приворовывает провиант. Приворовывает? Ах ты, крыса. Ну-ка, расскажи-ка всем матросам. Матросы злятся и хотят отлупить кока. Но не могут. Он брат жены капитана. С ним шутки плохи. Обловитесь. Окей. Братья, приходите в тремно-кулачные бои. А кто не придет от крысы капитана? Ну-ка, давайте-ка поучаствуем. Вы выходите на середину трюма. Тут же поднимается дюжий матрос. Явно желающий показать всем свою силу и ваши зубы. И-и-и. Ваш противник замахивается, чтобы хорошенько прижать вас по голове. То есть он получается вот так. А-а-а. Либо, нет, блокировать удар никак. Если только отпрыгнуть в сторону. Вы отскакиваете и противник со всей силы бьет по занозистой балке. Правда, от этого он еще больше звереет. Упс. Одной рукой противник хватает вас за плечо, а другой целится в зубы. Так. Голова не успеет, значит колено. Вы попали в очень уязвимое место. Оу май. Взвыв от боли, противник вас отпускает. Теперь можно врезать ему еще разок. Противник пытается подставить вам подножку. Так. Если под приток повернуться и парировать, споткнуться, но схватить соперника. Приток повернуться и парировать. Это как в балете, что ли? Ну, давайте-ка специально упадем, но схватимся. Ау. Титул боец без правил. Вы падаете на пол вместе с противником. Он ударяется головой о балку и теряет сознание. Вы победили. Пусть и помятыми. Окей. Так, так. Чем это мы тут занимаемся? От работу отлениваем? Да я из вас шкуру спущу не до носки. Бежать против стрема, спрятаться в ближайшие почки. Что? Как бы это одинаково. С другой стороны, если в бочку мы сядем, то... А давайте-ка в бочку. Скрытая угроза. Вы немного промокли и пропахли остатками рома. Но босс вам вас не нашел пока что. Пока не захотят пить. Да. Да. Вы сидите в бочке уже довольно долго, но кто знает, вдруг осторожнее еще опасно. Ждать пока все точно не заснут. В итоге у вас затекли руки, ноги, глаз и таз. Выбираться стало очень больно. Блин. Жрать дают мало. Работы по уши Америки не видать, которые неделю, а теперь и повеселиться не дают. Восстанем, братья, против произвола. Давайте без меня. Вас связали и бросили в трюме. Ну, зато передохнем. Открытые пути. Ага, перемещение карты. Ага, изменение масштаба. Ага. О, кстати, карта поменялась. О, классно, прикольно. Ага, бунт. Ну, в принципе, ничего такого не происходит, поэтому, да, пошлите сюда на бунт. Ну, у нас а то хпк, что делать? Матросы ушли бунтовать, но оставили нескольких своих вас сторожить. Слышно, как наверху идут переговоры, и чья-то речь обрывается выстрелом. Хорошо, убить охранников. Попытаться себя развязать, я передумаю, я буду бунтовать. Ну-ка, слышно, как идут переговоры, и чья-то речь обрывается выстрелом. Я передумал. Ишь ты, какой умный, и без тебя бойцов хватает, а предатели нам не нужны. Окей. Битвы все не заканчиваются, охранники начинают скучать и ругать вас за то, что им приходится вас сторожить. Предложить сыграть в загадки и предложить спеть. Давайте-ка споем. Харист. Вашу песню подхватывают все, и ждать окончания бунта становится не так тревожно. Братья, победа за нами, как новый капитан, приказываю старого главного с подельниками, отпустим на шлюпки. Хотя бы меня не спускают вместе с ними. Почти все сторонники капитана погибли, вместе с ним на шлюпки отправили только двух матросов, да еще штурмана. Почему-то они подозрительно улыбаются, отчаливая в открытое море. Скорее всего, мы потонем в этом корабле, да? Нас осталось немного, но мы совсем справимся. Так, отпразднуем нашу победу, тем более, что еды теперь хватит на всех. О, тут можно ограбить каюту капитана. Ну, я бы поела бы. Еды теперь и прадо хватает, чтобы наесться, а половина моряков на корабле готовит лучше спокойного кока. Да и руму теперь хоть залейся. Шторм, штурм, штурман, шушу. Капитан забыл своего побугая. Какой шторм? При чем тут штурман? Угу. Вот это выбор. Дураки, дураки, остановки, разумеи. Теперь попугай от вас не отстанет, он летает за вами, даже когда его уже покормили. В общем, новый хозяин, мы поняли. Идет день, другой, третий, вы перестали узнавать созвездие над головой. И зельм впереди не видно. Новый капитан раздает указания каждый день, но понимает ли он, что делает? Начинаю понимать, что попугай имел ввиду. Та встреча на небесах, а Ролан-то хороший. Я видел землю, вон та точка на горизонте. Я же говорил, что я знаю, что я... что делаю. Наверное, это гора, а быть еще долго. Да нет, зуб даю, это в смысл. Мы будем на земле ушек, а это еще что? Капитан, вон, то темное облако на горизонте, знак надвигающегося шторма. И надвигается он в нашу сторону. О боже, капитан, мы погибли. Молчать, мы справимся с этим. Все на борт. Приказ капитана выжить. Разве может горско-полуопытных матросов справиться с кораблем в такую минуту? Да, берег теперь близко, но что, мы еще ближе? Правит корабль к берегу, готовится к шторму. Готовится к шторму. В команде осталось много бывших сухопутных, еще недавно привязанных к штурвалу. Но больше нет ветерана-ботсмана, знающего, как пережить шторм. Успели бы причалить до начала что-то, наверняка спаслись бы все. Но если бы вы попали в лапы бури, то быть так близко к суше, наоборот, очень хрязь. Ага. Так. Теперь мы идем... Сюда. Все, попали в шторм. Грот-мачта трещит посередине и вот-вот упадет, а вы стоите прямо у нее на пути. А грот-мачта трещит посередине и вот-вот упадет, а вы стоите прямо у нее на пути. Бежать в сторону Или прижаться Ну-ка прижмемся У вас каким-то учудом не задели летящие во все стороны щепки Значит я правильно сделала Ладно Огромная вона поднимает корабль и наклоняет его на бок Матросы скользят по палубе вниз Рискули вылететь за борт Рискули Я сказала, окей, рискуя Ухватиться за край борта Ухватиться за пушку Пушка ездит Ну-ка И он на бок Матросы скользят по палубе вниз Рискули вылететь за борт За край борта Несколько наемий вы висите над бездной моря Ваши пальцы уже кровоточат И не могут держаться Корабль подпрыгивает на следующей волне И выравнивается Без паники Шлепки на воду У нас их две Должно хватить на всех Так И куда нам Корма это Так Нос это нос Корма это зад К шлюпке у кормы Огромная вна вновь поднимает корабль И сбивает вас с ног Канаты удержившие шлюпку Разрываются А она отлетает в сторону И разбивается О руль К носу У этой шлюпки столпились Все матросы Которые еще остались в живых Но поместятся в нее Не все Шлюпку еще Не успели отвязать Как началась Поножовщина Никто не хочет Стояться на корабле И никто не хочет Чтобы шлюпка Потянула От перегруза Придумать другой способ Спастись Детальный план спасения Составленный на палубе Из тростинок Казался отличным Пока его Не смыло Очередной волной Более Матросов Матросов у шлюпки Уже меньше Многим она уже Не понадобится Но драка еще идет Стоит ли рисковать Уж лучше прыгнуть Запорт Вы чуть не разбиваетесь А волну Чуть не тонете Пошу еще море Но пока вы еще живы О, мы в море Вы гребете За всех сил Но не продвинулись Даже на 10 ярдов Только что рядом В воду Рухнул осколок Мачты Немного левее И он бы вас Потопил Ну, уцепиться За осколок Мачты На мгновение Каж 100 Это поможет Но следующая же Волна Выбивает Мачту Из ваших рук И чуть не топит Вас в пучине Блин, как это Помоги мне Прошу тебя Помоги Это ну Нет, не будем Помогать Ты плохишь Разумный эгоист Бывший каноньер Бывший капитан корабля Теперь Бывший живой Огромная вона Накрывает вас головой Подхватывает И несет куда-то С огромной скоростью А можно сохраниться А вот тут можно Сохраниться О, давайте-ка Сохранимся Да Подтвердить Ага Бороться Блин Когда у вас Наконец-то Получается Держать голод Над водой И сопротивляться Течению Вы понимаете Что вам Нанесла Вас К берегу Зря Потрасли Слишком Много Сил Загрузим Тогда Так Это Авто Сейв А Который Из них Это Вот Эта Нужна А Все Понятно Загрузить Все Поняла А Точно Так Прижаться Ухватиться Заграй Порта К шлюпке У носа Придум Другой способ Спастись Уж Лучше Прыгнуть За борт Ага Вот здесь Мы помним Что у нас Минус Одно КП А что будет Непрестанно Грести Вперед Вы Достаточно Быстро Вывепились Из сил Но Смогли Удержаться На Благу Непомогаем Ему Довериться Волне Благодаря Этой волне Вы стали Гораздо Ближе К берегу Но Больше Вам Вряд ли Будет Так Вести Шторм Креби Рядом Рядом Ты Знаешь Куда Плыть Я За Тобой Непонятно Откуда Попугай Разбирается В бурях Но Плывя За ним Вы Меньше Устаете Берег Совсем Близко А Как Попугай Во время Шторма Летит Или Или Как Я Вопрос Много К Попугаю Вы Совсем Близко К берегу Но Сил Бороться С Бурей У Вас Уже Не Осталось Казаться И Покориться Волна Нет Последний Рывок Последний Рывок Каким-то Чудом Вас Хватает На То Чтобы Добр Каким-то Чудом Вас Хватает На То Чтобы Добраться До Берега Но Будь Он Хоть На Яр Дальше Вы Берег И Доползли До Места Где Не Достанут Волны Под Поздрадоваться Жаль Только Нет На Это Сил Выдохнуть Вы Провалились В сом Штум Разбил Корабль Арифы Никто Из Команды Не Смог Спастись Только Вас Вынесло На Незнакомый Необитаемый Остров Вы Выжили Но Надолго Ли Во Это Вся Игрушка Ну Знаете Очень Даже Интересно Вот Я С удовольствием Подождала Эту Игрушку Вот И Вы Тоже Напишите В комментариях Понравилась Ли Данная Игра Вот А так Я с вами Прощаюсь Всем Большое Спасибо За просмотр Ставьте Лайки А обязательно Подписывайтесь На мой канал Если Вы Хотите Подписаться На группу ВК Или На Север Дискорд Пожалуйста На Ютуб Канале Вы Можете Ссылки На Группу ВК И На Север Дискорд Всем Большое Спасибо Всем Пока